Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня я хотела поговорить о том, что является частью меня. А что является частью меня? Танцы. Танцем я занимаюсь примерно 3 года, и за эти 3 года моя жизнь изменилась полностью. Мне кажется, что если бы я не начала танцевать, я бы лежала дома, спала, смотрела сериальчики, кушала. Всю свою жизнь я занималась спортом, мне это правда вообще не получалось, я далеко не спортивный человек, не выносливый. И 4 года я занималась фигурным катанием, занимала третьи места, меня это устраивало. Но потом место, куда я ходила, оно закрылось, и мне пришлось забросить фигурное катание. Я год просидела дома, и после этого пошла заниматься легкой атлетикой. Правда говоря, у меня вообще не получалось, я бегала медленнее всех в нашей группе, я была самой менее выносливой, но у меня было дикое желание, и тренер всегда меня хвалил за то, что я могу работать, я хочу работать. Потому что в то время, когда все отдыхали, я помню, что я вставала, я понимала, что у меня нет больше сил, но я вставала и начинала тренироваться, пока все сидели и смотрели. На самом деле это очень кайфово, когда ты постоянно проигрываешь, но все равно можешь идти вперед. Два года подряд мы с моей легкоатлетической группой ездили в летний лагерь, и однажды я сижу на лавочке, смотрю на другие отряды, и у меня приходят два прекрасных молодых человека. Изначально они показались мне какими-то звездами, я такая, ого, это вообще кто? Потом я очень часто замечала вот всяких этих танцевальных ребят, и я понимала, что у нас в лагере есть отряд, где танцоры находятся, в общем. Ну и мне, честно говоря, очень нравилось, как они танцевали, я постоянно на них смотрела, и в итоге мне понравился один мальчик с этого отряда. И когда уже были последние дни смены, мы танцевали с ним медляк, после того, как мы приехали домой, мы с ним много переписывались, в итоге я узнала про школу танцев ReMotion, но в итоге меня звонили на бесплатный мастер-класс. Я помню, что когда я пришла, у меня вообще ничего не получалось, я старалась, мне показывали, я ничего не понимала, я такая, что вообще-то творишь, может что-нибудь полегче. На самом деле было жутко дискомфортно, неудобно, и потом, когда у меня уже все перестало получаться, я начала плакать. Я очень много думала, уговаривала родителей, чтобы они меня отпустили сюда, и, честно говоря, там была такая атмосфера, которую я не видела нигде. Я вообще не знала, что такое возможно, что такое может быть, и что я могу в этом участвовать. Потому что на первой тренировке я поняла, что я хочу остаться здесь надолго, и, возможно, даже навсегда. Там были такие люди, которые меня заряжали, там была такая атмосфера, которая меня заряжала, там была музыка, танцы, и это, в принципе, казалось мне каким-то весельем, мне это просто понравилось. Я решила, почему бы нет, начала ходить, заниматься. Наше обучение делится по этапам, это как классы в школе, первый, второй, третий класс. Всего у нас есть пять этапов, я сейчас нахожусь на третьем. На первом этапе я ходила абсолютно на все. Я ходила на все мастер-классы, на все дополнительные мероприятия, все, куда меня звали, я ходила, потому что я готова была проводить там вечность. После каждого этапа у нас есть зачеты, это как экзамены в школе, где есть всякие задания, ты их просто выполняешь и переходишь на следующий этап. Но в итоге на каждом зачете я постоянно сильно переживаю, что мне мешает хорошо его сдать, но в итоге я прошла на второй этап, и стала танцевать уже там. Как ни странно, но за два года обучения танцам я ни разу не пропустила ни одну тренировку. Представляете, два года, три тренировки в неделю я ни разу не пропустила. Ходилась температура, я ходила с такой фигней на шею, я ходила с вывернутой ногой. Это было очень жестко, потому что когда у меня была температура 39, я не могла чисто физически встать, но я просила маму отвезти меня на тренировку. И я помню, что в один прекрасный день, после того, как я сходила на тренировку с высокой температурой, мне пришлось вызывать скорую, потому что в моем состоянии ухудшилось раза в три больше. Помню, что я была самым счастливым ребенком, мне понимают, что я вообще не ценила свое здоровье, да и в принципе сейчас ничего не поменялось. Но мне нравилось то, что я иду через такое, потому что я считала, что это правильно, так должно быть у всех, кто хочет добиться большего. У нас организовывался танцевальный лагерь каждое лето. Танцевальные лагеря это прям огромная такая отдельная тема. Это огромный кусок блока в моих мозгах, потому что за эти две недели происходило столько всего, за что не происходило вообще за года, что я занималась легкой атлетикой или фигурным катанием. После второго этапа у нас опять же был зачет, чтобы перейти уже на третий этап, и я отчаянно думала, что я его сдам, и я его сдала. Но с единственным мной я сдала зачет на стрит-стайл, узнала результат, и я ушла в зал, чтобы сдать второй зачет по другому стилю. И пройдя обратно, я узнаю прекрасную новость, что лучшим учеником года стала не я. Вот, блин, ты слишком самоуверена, нельзя такой быть, фу. Если быть честной, на тот момент я реально думала, что я вложила намного больше, чем кто-то другой. Ходила абсолютно на все, на дополнительное, на нужное, на ненужное. Когда мне объяснили, что у нее просто получается с первого раза, у меня просто подорвалось. Ты рвешь одно место ради того, чтобы перейти на следующий этап, и тебя обгоняет девочка, которая как бы, ну, просто у нее получается с первого раза. Я отходила от этого месяцев пять, точно, потому что я очень эмоциональный человек, и мне было очень сложно от этого отойти. Наступает прекрасное время третьего этапа. Третий этап, это где я нахожусь конкретно сейчас, это формирование уже команды, выступления, чемпионаты, и на самом деле, это самое прекрасное время, которое может быть. Я состою в команде Дигл, и в команде Ваншот. Субтитры делал DimaTorzok Я помню, что последний чемпионат, на котором мы заняли первое место, это тот чемпионат, где я вообще не была уверена в нашей победе. С недавнего момента я начала выступать соло номерами. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что такое соло? Соло это когда ты выступаешь на сцене совсем один, с подготовленной хореографией или импровизацией. Я уже выступала так два раза. Первый раз был с наполовину хореографии, наполовину импровизации. Честно, это дохлый номер. И второе моё выступление соло было вчера. Уху! Но в эти два соло номера я ничего не заняла. Но я даже не думаю, что мне надо это забросить, что мне надо больше не стараться, ничего не делать. Намного важнее, если ты проиграл и встал, и пошёл дальше, чем ты победил. Какие мои цели в танцах? В танцах я ставлю себе большие цели. Во-первых, я хочу попасть на пятый этап. На пятый этап в школе танцев pre-motion. На самом деле, школа танцев pre-motion изменила полностью всю меня. Она изменила мой образ жизни, изменила моё мышление, изменила мои цели, ценности и прочее. И, конечно же, моя цель это занять первое место в номинации соло-профи. Я не знаю, когда это будет, но сейчас я уже к этому уйду, выставляюсь в соло. Что же, это было всё. Я надеюсь, что тебе понравилось это видео. Спасибо, что досмотрела вот до конца. Расскажи свою историю в комментариях под этим видео. Мне будет очень интересно почитать. Ну, а это было всё. Всем пока!